приветствую всех у себя на канале сегодня снимаю заключительную часть видео по свапу двигатель Daihatsu HiJet у меня машина, повторюсь, 2006 года родной двигатель был EFVE объемом 0.7 был установлен двигатель 1.3 K3VE в предыдущих частях было об этом рассказано машиной машина уже эксплуатируется порядка двух лет после выхода последнего видео у меня на канале хотел рассказать что какие возникли проблемы в процессе эксплуатации какие были сделаны еще доработки ну в общем начнем по порядку после снятия последнего ролика где было видно что при ускорении сбросе газа загорелся чек это была ошибка датчик скорости был установлен датчик от HiJet но не совсем подходил пришлось переделать саму шестерню которая стоит на датчике скорости но в общем с мотора иск вернее с коробки капри ве он был установлен это шестеренка там несложные токарные работы и насадили она работает пришлось когда переделал датчик скорости то есть у меня он показывал почти два раза больше скорость при эксплуатации был приобретен дем гаджет который насколько я если я правильно понимаю который меняет сигнал то есть который герконовый сигнал в общем импульсный сигнал превращает сигнал геркона который необходим для данного блока управления двигателем в общем гаджет был установлен подключен все заработало немножко упала упал расход топлива улучшилась динамика более вменяемо стала переключаться коробка передач затем мной была сделана антикоррозийная обработка днище автомобиля также по примеру одного из ребят кто делал данный свап но уже после меня был выведен воздухозаборник сейчас видео я вставлю отрезок на яме снимаем показываю как все сделал был вставлен воздухозаборник который забирает воздух здесь вот под правой фарой было сделано при помощи пвк ну или какие там они трубы для колонизации вот но вы сейчас вот здесь на видео все видите ну это эту работу можно сделать либо так же как я либо еще как-то по-другому ну как вам удобнее в общем нужно сделать это герметично то есть он перестал брать пыль из-под корпуса когда вы едете там под ну по каким-то там просел очень дорогам прочее также воздухозаборник стал немного выше чем стандартный ну то есть это скажем так уменьшил риск попадания воды там при преодолении каких-то луж и прочего вообще каких бы то ни было проблем в процессе эксплуатации автомобиля не возникло с момента выхода последнего видео я проехал уже порядка 50 тысяч и у меня было на нем несколько дельников я ездил в краснодарский край на юг два раза на нем без особых проблем никаких нюансов не возникало а да еще хотел сказать после установки дем-гаджета мне показалось что скорость очень низкая ну когда крейсерская скорость низкого то было понятно что двигатель работает на высоких оборотах скорость у нас порядка 90 сейчас это была такая вы знаете предельный крейсер я установил колеса 13 радиуса резина от но от жигулей классика резина размер и скорость поднялась крейсерская скорость поднялась примерно на 12-15 километров в час то есть уже машина стала более уверенно ехать стал немного меньше расход да кстати вот о расходе топлива расход топлива с этим двигателем составляет примерно город летом это около 9 10 литров зима там знаю 11 межгород когда я ездил на дальнее расстояние межгород составляет примерно около 7 8 литров на 100 километров автомобиль с данной переделкой стал другой это стало гораздо большая динамика то есть он уверенно на нем можно уверенно обогнать по трассе даже груженный там не знаю порядка ну допустим 200 килограмм груза какого-то лежит в багажнике ты не чувствуешь подъема то есть он без проблем в подъемах затяжные едет на 4 передачи еще и разгоняется даже в эти подъемы никаких нареканий нет по этому мотору эта переделка стоила мне с учетом того что я делал сам ну там материалы сам двигатель с коробкой передач я покупал мне вышел около 65 тысяч рублей ну плюс там еще естественно масло коробку передач масло двигатель фильтра все я дополнительно докупал блок управления коробкой передач дополнительно покупал airbox это корпус воздушного фильтра но тоже пришлось поставить этот рай потому что родной там он имеет и меньшее сечение он отличается вся переделка вышла ну примерно около 100 тысяч рублей но что заключение хочу сказать данной переделкой я доволен машина отвечает полностью моим требованиям уже вот эксплуатируется уже больше двух лет с этой переделкой никаких нареканий совершенно нет если кто-то думает сделать данный свап я всем советую потому что вы автомобиль не узнаете потому что родной двигатель и родная коробка но это она просто не едет где-то даже вам в гору если нужно вы собираете за собой поток то есть она ползает если груженая вот я помню я объезжал затяжные подъемы это вторая передача также будут в клейки вот в этом видео вы увидите с возможностями этого автомобиля что я зачастую я навожу на ней мотоцикла как не убирается мотоцикл как его закрепляют а вот сейчас вы на видео все увидеть сейчас мы будем грузить вот это вот сюда вот вот в этот замечательный автомобиль так итак мопед у нас убрался смотрите не самый маленький мотоцикл suzuki tl 1000 всем покажу дверь дверь у нас задней закрывается примерно сантиметр 3 до глушителя остается здесь вот у нас вот так это выглядит то есть сиденье сдвинута она ее не задевает и сверху надеюсь не видно будет но сверху до стекла где-то два сантиметра от крыши посмотрите груз у нас закреплен закрепили вот таким вот образом сейчас покажу за что я лямку зацепил внутри то есть вот мотоцикл вот так вот закреплен здесь вот платформа сиденье лямку зацепил за нее так слегка подтянул чтобы мотоцикл не гулял мне его вести недалеко но вот здесь я вам демонстрирую возможности вместительности автомобиля и пассажирское сиденье вот всего-то настолько сдвинута то есть место для пассажира здесь достаточно это отличный микро грузовик с повышенной проходимость благодарю за внимание если у вас возникли какие-то дополнительные вопросы пишите в комментариях удовольствием вам на них отвечу подписывайтесь на канал всем пока